Персонал не слушается, работает медленно. Что бы я в этой ситуации сделал? Вы позволили им иметь такую чертову точку зрения. Вам придется немножко напрячься, чтобы это рассоздать. Как это сделать? Три примитивнейших, простых, самых простых инструмента. То, что я вам сейчас рассказываю, это просто ликбез для любого руководителя. Со временем дойдете до такого уровня, когда каждое ваше распоряжение будет выполняться и все. Персонал не слушается, работает медленно. Что бы я в этой ситуации сделал? Это вот прямо первый шаг. Я бы начал все распоряжения своим сотрудникам отдавать письменно. Неважно, в чат, в телеграме, по электронной почте, написанной на бумажке. Я не знаю, какая у вас корпоративная культура, как вы работаете, какие инструменты используете, насколько ваши сотрудники доступны компьютер и так далее. Неважно, на бумажке, телеграм, имейл, специальная корпоративная система, какая разница. Но вы начинаете все свои распоряжения отдавать письменно. Это первый шаг. Почему? Да просто потому, что если люди не выполняют, это значит, что вы приучили их к невыполнению. Вы позволили им иметь такую чертову точку зрения, что можно на них забить. И можно их не выполнять. Вы это создали. Поэтому вам придется немножко напрячься, чтобы это рассоздать. Вам придется немного напрячься, чтобы отмотать эту пленочку назад. Как это сделать? Все распоряжения письменно. Это раз. Второе, что вам надо сделать? Вам надо организовать координации с каждым из своих прямых подчиненных. Если их много, соберите вместе. Раз в неделю. Это тоже зависит от специфика работы. Раз в неделю, как минимум, довольно часто и даже раз в день. 15-20 минут. Какие планы, какие результаты, какие сложности, как дела, как идет ход выполнения распоряжения. И вы им напоминаете, и вы напоминаете, и вы напоминаете, и вы напоминаете, и напоминаете, и добиваетесь, чтобы распоряжение было выполнено. А для этого вы ведете список всех отданных вами распоряжений. У вас прям какая-то красная, блокнот, файл на компьютере, страница в корпоративной системе. Не важно. Но вы ведете список всех отданных распоряжений. И вы напоминаете, и добиваете, чтобы они выполнялись. И знаете, произойдет чудо. Через некоторое время ваши люди, они полностью будут убеждены в том, что он не забудет, он не простит, он будет требовать. Поэтому, черт побери, лучше я это сделаю сам. Иначе он выклюет мне весь мозг, но все равно придется сделать. И таким образом вы повысите исполнительскую дисциплину. Вы со временем дойдете до такого уровня, когда каждое ваше распоряжение будет выполняться, и все. Все просто. И ваша власть укрепится. Следующее, что я бы сделал, чтобы меньше работать и меньше отдавать отдельных распоряжений, я бы ввел планирование. Я бы заставил каждого сотрудника на неделю планировать работу. И когда он приходит на координацию, я бы потребовал, чтобы он приходил с планом работы на следующую неделю. Прямо со всеми подробными задачами. Что он собирается сделать, какой результат собирается получить, сколько на это потратить времени. И я бы одобрял этот план, и потом мне было бы легко контролировать, что они делают. Я сейчас вам назвал три примитивнейших, простых, самых простых инструмента. Когда мы помогаем владельцам бизнеса строить систему управления, мы внедряем намного более сложные, фундаментальные инструменты, которые еще круче работают. Но то, что я вам сейчас рассказываю, это просто ликбез для любого руководителя. Кстати, если вам интересно, как строить систему управления, в описании к этому видео есть ссылка на мой бесплатный мастер-класс. О том, как организовать команду, прорываться с ней в трудные времена, это как раз вот то, о чем я говорю, об инструментах управления. Я сейчас назвал вам только три самых простеньких. Так вот, когда люди начинают самостоятельно, прежде чем они пришли к руководителю, на еженедельную координацию одобрения планов, ну и о докладе, естественно, о результатах, когда они до этого сами начинают строить планы, вам становится намного легче ими управлять. Потому что это его план. Потому что он сам его создал. Да, возможно, во время общения с вами этот план полностью изменится. Вполне возможно. Или наполовину изменится. Но он уже потрудился, понимаете, он мозги уже включил. У него появились какие-то планы и конкретные задачи, которые он сам сформулировал. Это очень круто влияет на производительность труда. Вот простые инструменты, надеюсь, они вам помогут. Субтитры сделал DimaTorzok